Всем всего! С вами новостной дальше, с которым мы обсуждаем новости игровой индустрии и не только. Starfield уже стартовал, но пока только для избранных. Для тех, кто решил не отдавать 60 долларов за игру, а отдал аж 100. И таких людей оказалось ой как немало. В Steam пиковый онлайн составил четверть миллиона человек, что для любой игры очень много. Особенно если учесть, что это только те, кто купил игру аж за 100 долларов. Основной уже наплыв игроков будет 6 сентября. При этом это только Steam. А поскольку это эксклюзив Microsoft, то львиная ставка будет сделана на Xbox Game Pass. Ведь там игра ожидается в день релиза, то есть 6 сентября. И вот эту статистику мы промониторить, к сожалению, не сможем. Зато можем воспользоваться этим предложением и приобрести Xbox Game Pass, например, у нас. Да и не только Game Pass, ведь с недавних пор из России стало сложно покупать игры. Обходные пути, чтобы купить любимую игру, часто привод к едалову или переплате. Эту проблему решает российский интернет-магазин BeFreak, в котором более 2000 лицензионных игр дешевле, чем в Steam на 30%. С активацией на вашем российском аккаунте, оплата картами Российской Федерации, а деньги спишутся с карты только после получения ключа. Только в этом месяце действует скидка 5% по промокоду NEW5. Переходи на сайт и успей купить то, что давно хотел. И вот Starfield уже сейчас популярен, но, как и ожидалось, старт игры был не беспроблемным. Периодическое падение производительности на консолях. Заблокированные 30 кадров на старшей консоли от Microsoft. Баги. Пусть их меньше, чем обычно в играх Bethesda, но они есть. Но, несмотря на все проблемы, на Metacritic игру оценили крайне высоко. 87 баллов. А это значит, что технические проблемы незначительные. При этом для игры уже клепают модификации, на что и ставила Bethesda. А значит, что через год-полтора игра станет еще лучше. При этом, по заверениям Тодо Говарда на консолях будут доступны модификации тоже. Но пока не ясно, будет ли какой-то фильтр или же нет. В общем, хотелось бы поздравить Bethesda, но будем откровенны, пока рано. 250 тысяч это серьезные показатели. Но тут важно, какими они будут 6 сентября. Для Microsoft релиз Starfield это нечто эпохальное. Они очень многое ставили на эту игру. Но поскольку это крупное RPG, то сразу не поймешь, хороша она или же нет. Для примера, тот же Baldur's Gate 3. Его хвалили и крайне сильно. Но потом многие переобулись. Ведь последний акт игры значительно хуже, чем предыдущие два. Как по контенту, так и по оптимизации. Поэтому лучше присмотреться к проекту, чем торопиться с его покупкой. Поспешишь, людей насмешишь. Вот GSC Game World поспешили и насмешили очень много людей. Они дали людям поиграть в демо-версию игры во время Gamescom. И многие заметили сырость игры. А главное, что бросается в глаза, это графика. Она многих огорчила. Ведь в трейлере 21 года все было прелестно. А тут мыльные текстуры, проблемы с освещением и так далее. И вот, PR-менеджер GSC Game World отошел от двухлетней спячки и вышел на связь. По его заверениям, игра готова. Осталось только отполировать. При этом, эта полировка коснется и графики. Они планируют приблизить игру к тому, что нам показывали в 21 году. Однако, стоит отметить, что игра не только графикой разочаровала людей, но и багами. Поэтому работы не початый край. А если у вас возникают вопросы, куда они потратили время с предыдущего переноса, то ответ простой. Они переписали сюжет. Не весь, понятное дело. Но изменения были, и им даже пришлось открывать студию по Motion Capture в Чехии. В общем, до релиза еще 7 месяцев максимум. Ведь релиз намечен на первый квартал 24 года. А работать еще есть над чем. Поэтому посмотрим, что будет на релизе. А пиарщикам не верим. Интернет-феномен, который в 10-х годах породил целый жанр. Бродилок с записками. И он возвращается. Слендермен. Для тех, кто не в курсе, более 10 лет назад вышла бесплатная игра. Которая завирусилась благодаря летсплеерам и их крикам. Суть игры была в том, что вам нужно было собрать 8 записок. И все. И вот это и породило новый жанр. Всякие там бабушки Грэни и прочие низкосортные пугалки. Но сам Слендермен не стоял на месте. И в 2013 году вышла игра Слендермен The Arrival. И вот, прошло 10 лет, и разработчики сделали ремейк. Перенесли игру на пятый Unreal Engine, что позволило улучшить графику довольно сильно. Но самое приятное, что если у вас есть оригинальная игра 2013 года, то обновленная версия для вас будет бесплатной. А всем остальным придется раскошелиться. Игра выходит 18 октября этого года. Эх, Октябрь обещает быть крайне страшным. Уже совсем скоро выходит крупная и, к сожалению, единственная DLC для Киберпанка. Phantom Liberty. И нам рассказывали, что основную игру также улучшат. Но игроки переживали, нужно ли будет платить за это. И ответ нет. А точнее, не за все. Для игроков CD Projekt'ы выкатили картинку, которая и демонстрирует, что будет доступно бесплатно в обновлении 2.0, а за что нужно будет доплатить. Бесплатные изменения коснутся интерфейса игры. Будет новое дерево навыков. Наконец-таки можно будет стрелять из машины. Улучшат искусственный интеллект. И, наконец-таки, добавят систему полиции. Пишут про какую-то новую систему. Но те, кто играли в Киберпанк, прекрасно знают, что никакой системы изначально и не было. Как только игра вышла, копы просто появлялись за спиной у игрока. И все. Сейчас же это, наконец-таки, исправят. А вот для всего остального нужно будет потратить денежку. В DLC войдет не только новый район города и связанный с ним основной сюжет, но и куча других заданий. Поэтому всем любителям Киберпанка придется раскошелиться. DLC выходит 26 сентября. И, скорее всего, тогда же и выйдет обновление 2.0. Надеюсь, возвращаться в Найт Сити будет куда приятнее, чем первая прогулка по нему в декабре 2020 года. Практически монополия приводит к ужасным для пользователей последствиям. Мы это наблюдали множество раз. Если на рынке нет двух, а лучше трех похожих игр, то начинается полнейшая выжималка денег. И этим отлично пользуется издатель Парадокс. Они специализируются на разных стратегиях. Крусейдер Кингс, Сити Скайлайн, Виктория и так далее. И для этих игр выходит DLC. И почти все они платные. И это понять можно. Новый контент, новые игровые механики и так далее. Игры-то хорошие, почему бы не заплатить? И игроки покупали, не возмущались, а даже радовались новым DLC. К примеру, для Сити Скайлайн для первой игры вышло 62 DLC. И только два из них бесплатные. Остальные стоят от 160 до 550 рублей. Но вот тут издатель, по мнению игроков, зашел слишком далеко. Косметическое DLC для игры Виктория, которая вносит не так уж и много изменений. Добавляет чуть больше разнообразия персонажам, обновляет карту и добавляет функцию смены дня и ночи. И это чистая косметика, которая, стоит отметить, не такая уж и крупная. По идее, такой контент должен быть на релизе игры. И пользователи немножко так высказались на этот счет. Есть откровенные гневные комментарии, а есть и ироничные положительные отзывы в Steam. В общем, DLC за 250 рублей, которая предлагает немного косметики, и оно не всем зашло. Резонанс был, но небольшой. Игры-парадокс слишком низшивые, а конкуренции нет. Поэтому ожидать, что издатель перестанет так делать в будущем, явно не стоит. Друзья, не все новости попадают к нам в видео. Но если вы хотите знать все самое новое из игровой индустрии, то подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки в описании. Услышимся совсем скоро.